Фотографии, коллажи, шаржи заняли чуть ли не все место на стенах. Неудивительно, у хозяев этой квартиры большое семейство. Сын, двое внуков и восемь правнуков. Пока они на работе и в школе, супруги Юрий Константинович и Галина Лукьяновна тихонько поздравляют друг друга с годовщиной. Пьют чай, едят печенье и даже плачут. Поздравил супругу свою, пошел букет цветов купил. Все, радость. Я люблю красную. Вот читал где-то, что красную очень радость дают людям. Поэтому красный букет купил. Красный букет теперь на почетном месте в гостиной, вместе с праздничным пирогом. Это уже подарок супруги, которая еще в свои 17 заставила сердце солдата Жукова биться чаще. Женскими уловками виновница торжества. В прошлом старшина запаса постеснялась делиться на камеру. Раскрыть секреты семейных уз доверила любимому мужу, полковнику в отставке. Вот расходятся все полностью из-за денег. Ну, если она любит, то она и будет до конца любить. А если просто она вышла так, по пьянке, по гулянке, то ничего не будет. Поблагодарить пару за искренние чувства поспешили работники ЗАГСа. Цветами, дипломами и даже медалями. Они награждают юбиляров в рамках проекта «Счастливы в семье». Пусть еще другие люди тоже узнают о том, как можно жить, любить, понимаете, и хранить какие-то семейные ценности. У нас уже этот проект был запущен. До этого мы в День счастья почествовали семью поэта нашего известного Игнатенко. Вот с него начали. Потом у нас уже в ЗАГСе был золотой юбилей, а это бриллиантовый юбилей. 60-летнюю годовщину ежегодно празднуют в среднем по две семьи. И это лишь те, кто заявляет о своем празднике работникам городского ЗАГСа. Остальные отмечают наедине. И им есть куда стремиться. Ведь каждый в глубине души мечтает дожить до свадьбы платиновой. Это значит провести вместе целый век.